Без определенного места жительства и без СПИДа. Это утро в Центре социального обслуживания на улице Кузнецова началось необычно. Постояльцам предложили встретиться со специалистами областного СПИД-центра. Задача последних – рассказать о смертельной болезни 21 века. Мы считаем, что это одна из групп риска. Это категория людей, которые не часто посещают медицинские организации и следят за своим здоровьем. Поэтому сегодня специалисты Центра вышли сюда, провели беседу, рассказали о том, что такое ВИЧ-инфекция, чем отличается от СПИДа, какая разница между ВИЧ и СПИД, какие существуют пути заражения. Контингент здесь самый разный – мужчины и женщины, совсем молодые и постарше. Прием начинается вечером, а утром все расходятся по своим делам. Учреждение предоставляет душ и теплую постель для тех, кто по разным обстоятельствам не имеет собственной крыши над головой. Ночуют в Центре социального обслуживания ежедневно порядка 50 человек. Некоторые люди, к примеру, освобождаются из мест лишения свободы, выходят на свободу, детстве некуда, идут к нам, осмотрятся, устроятся на работу, решают свою какую-то судьбу бытовое устройство и от нас уходят. У нас медицинский кабинет работает хорошо, мы оказываем медицинскую консультацию, также помогаем, направляем в учреждения здравоохранения, работаем с такими вот учреждениями, как сегодня к нам приходили, ВИЧ-центр. Мероприятие проводится в рамках всемирной акции по профилактике ВИЧ-инфекции «Стоп ВИЧ-спит». Аудитория, несмотря на специфику, внимательная и любопытная. Говорят о болезни, знают, но некоторые детали слышат впервые. Ну, конечно, немного в курсе, уж я не ребенок, но это очень полезно. Правильно проверяться надо. Провериться всем желающим предложили здесь и сейчас. Экспресс-тест по слюне прошли 11 человек, анонимно и бесплатно. 15 минут и результат готов. Все здоровы. Правда, медики рекомендуют пройти исследование повторно через 3 месяца для стопроцентной уверенности. Ведь существует так называемый период окна, когда человек только-только заразился и болезнь еще себя никак не проявляет. Когда наступает заражение, человек заразился, но пока ни один анализ не может показать, антитела не выработались еще в организме. То есть самый простой фавич, он будет отрицательным. Вирусную нагрузку в этом случае еще не берут, потому что не предполагают заболевания. А вирус есть в организме, он размножается. Человек заразен в этот период. Он не знает о том, что он заразен. Он может заразить другого человека. Принцип эстафетной палочки для СПИДа действительно актуален. С каждым годом количество заболевших в Ивановской области неуклонно растет. Сейчас зарегистрировано более 9 тысяч пациентов. Каждый месяц медики фиксируют около 50 новых случаев. Специалисты рекомендуют аптечным сетям обеспечить население необходимым количеством тестов, чтобы узнать свой ВИЧ-статус можно было самостоятельно, не выходя из дома. Возможность использования и закупки этого теста появилась совершенно недавно. Во всяком случае, специалисты центра, руководство центра информировало руководителей аптечных учреждений и рекомендовало, очень просило, вернее обратилось к ним с просьбой закупить эти тесты и предоставить их в продажу для населения Ивановской области. Мы считаем, это достаточно современный способ и для нашей области это актуально. Пока в Ивановских аптеках экспресс-тест на ВИЧ найти сложно. Задача на ближайшее время убедить фармацевтов в необходимости такого товара на прилавках. Всемирный день борьбы со СПИДом отметят уже на этой неделе, 1 декабря. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.